здравствуйте дорогие мои телезрители и здравствуйте конечно мои ну просто замечательные подписчики на канале youtube я так вас всех люблю и так вам благодарна что вы у меня есть и что вы спрашиваете что иногда я конечно отвечаю может быть и не очень ну так как вам хотелось бы ну поймите что ну вы должны читать побольше ну и слушать побольше и видео пересматривать там все понятно на самом деле ну а мы начинаем сегодня с земляники понятное дело что на каждом участке имеется уже огромное количество коллекций земляники садовый крупноплодные либо либо ремонтантные либо традиционного там метода способа или как там плодоношения мы уже знаете ну картошка хорошо конечно да но ведь хочется и побаловать и глаза и до ротик и и чтоб приятно было и заодно нужно за лето набраться организму столько витаминов что потом зимой как-то противостоять этим поганым гриппом вирусом и прочим неприятностям я хочу показать вам свою землянику это сорт то есть гибрид называется грандиана на f1 конечно разумеется все это как я вам уже говорила для того чтобы она хорошо воспринимала свет там солнце да нужна пленка пищевая очень тонкая не надо полиэтиленовые пакеты натягивать у них светопропускная способность очень низкая и растения будут страдать от этого вот посмотрите значит было четыре пачки насколько я помню да по 5 семечек каждой то есть 20 торфяных таблеточек я размочила и посеяла если уже по честному то вот эти два даже не попытались зайти то есть они исчезли остальные все вроде как бы до живые грандиан это не просто ягода красивая крупная сладкая она предназначена для выращивания в подвесных кашпо или корзинка и один год только в теплице не было именно грандиана была другая ягода но я стараюсь ежегодно отсеивать такую ягодку и конечно же в теплице в подвесных кашпо их ну здесь практически у меня 18 штук из 20 семечек два не взошло и представьте себе вы заходите в теплицу а вас встречает каскад цветов и ягод они очень сладкие грандиан одна из самых сладких ягод но вот уже конец марта посеян они достаточно рано а у них еще только появляется второй настоящий листок еще даже по моему есть одна или две которые первые не выбросили и когда вы меня спрашиваете ой ну что делать они стоят всеми дольками ну что их открыть их что там да ничего с ними не делать вот как они стоят и вы должны помнить вот у вас меточка например да у меня тут дырочка такая есть и я каждый раз ставлю их одинаково так чтобы это метка смотрела на меня не меняя местоположение световой режим влажный режим воздушный режим всегда одинаково без всяких потрясений пока она не выпустит два настоящих листа мы даже не ну не попытаемся ее пикировать потому что это плохо для нее кончится вот перед тем как ее пикировать вы должны посмотреть вот с этой стороны если все процесс идет правильный здесь появятся корешки мы можем их прищепнуть прямо не открывая чехлика с этой таблетки мы его вообще открывать не будем вот таким образом эта ягодка ну может быть я растригу аккуратно потому что как-то вот немножко плотноватый укрывной использован для этого и и посажу это в горшок уже еще не в подвесное кашпо нет я посажу в контейнер до 0 9 там или 0 5 какой найдется какой нибудь такого объема не меньше пол литра это точно и она еще будет расти до высадки в другом контейнере почему речь то зашла о землянике а потому что вопросов очень много и все вопросы которые вы задаете мне кажется что мы проходили уже посеяли взошло петуния земляника лобелия немезия и дельфиниума у них у всех одна технология не надо их бояться просто нужно помнить что не давать пересыхать вот этому бочоночку этой таблетки распухшей это вы должны помнить и земляничку тоже хотелось бы попочевать дрожжами разведите 10 грамм на 10 литров либо если вы развели например 100 грамм на 10 литров возьмите одну десятую часть то есть литр и разведите еще в 10 литрах так будет проще для меня вот такие посадки да вот такой ягодки ну правда ну вот можно только в лупу разглядеть как тут она себя ведет ну вы поймите что она вырастет она плодоносит в этом году просто замечательно это как раз те растения которые душу греют которые радость приносят и вы должны и вы должны себе эту радость создавать ну по-другому не получается наша жизнь кстати сказать и серии вот таких ягод да смотрите грандиан белтран чизан роман милан дурбан элан да боже мой и каждая из них придуманная селекционерами для совершенно определенного чего-то выращивание особенное например дурбан ягода которая плодоносит 10 месяцев из 12 элан на нее похоже также элан создан например для того чтобы обеспечить супермаркеты в течение зимнего времени такой ягоды то есть это все тепличные товарищи и в теплице ей будет хорошо только поливать не забывайте ну подкармливать можно такими органическими можно и дрожжиками разводить и я вас умоляю вы увидите благодарные глаза своих детей и внуков а сами-то как будете радоваться ну восторгов хватит а то я что-то уже это я желаю вам здоровья и счастья и конечно вот таких растений до свидания всего доброго до свидания